Я добавил ваши идеи в Майнкрафт, и они безумно странные. Привет, друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт. Совсем недавно я написал в своём сообществе на Ютубе о том, какие бы идеи вы хотели видеть в Майнкрафте. И вы написали ооочень много идей. Это было достаточно тяжело, но мы справились. И сегодня я осуществлю все ваши идеи и покажу вам их в Майнкрафте. Садитесь поудобнее, а мы начинаем. Приятного просмотра. И первая идея от подписчиков с ником Фан Мар. Спасибо тебе огромно за твою идею. И он предложил, чтобы Железный Голем перестанет атаковать, если его починить. Мне кажется, это немножко бесполезно и достаточно странно. Нет, ну конечно иногда бывает, что во время рейда ты там случайно ударяешь Железного Голема и всё такое. После этого он становится агрессивным и начинает атаковать нас вместе с разбойниками. И в целом по логе подписчика мы теперь это можем исправить. Берём Железный Мяч, берём Железные Слитки. Итак, атакуем Голема. И он нас начинает атаковать. Ага, теперь мы берём Железный Слиток, чиним его, заходим и... Да, смотрите, Голем нас больше не атакует. Следующая идея подписчика от Эдисон Лучший 1. Да, никнейм, конечно же, я как понимаю, это не настоящая Эдисон, но в любом случае, кто предложил идею, тот никнейм я и написал. Он предложил добавить освещение от фазы Луны. И написал, чтобы мы добавили как раз-таки разные уровни освещения в зависимости от лунной фазы. И небольшая помарочка. Лунные фазы это изменение вида, освещенное солнцем части Луны, которую мы видим с Земли. И теперь, по сути говоря, у нас свет будет то темнее, то светлее. Давайте, в общем-то, всё я вам покажу. Включаем сначала ночь. И сейчас у нас очень темно, практически ничего не видно. Теперь переходим на следующий день. Становится ещё темнее. Ещё и ещё темнее. И смотрите, у нас даже меняются фазы теперь у Луны. Это у нас практически полумесяц. Добавляем ещё один день. И вот у нас Луна уже становится так в мультиках DreamWorks. Становится ещё темнее. Добавляем ещё. И теперь у нас полая Луна. Практически какое-то затмение. Прям полнейшее. Господи, ничего не вижу вообще. Добавляем ещё один день. И теперь у нас появляется Луна с другой стороны. Так, идём дальше. Отлично. Всё становится светлее и светлее. Прекрасно. Уже практически что-то видно. И всё, Луна снова начинает уходить. В целом, идея прикольная. Но почему она странная? Потому что это, наоборот, усложняет игру. Если вам максимально сильно не повезёт. И вы будете находиться ночью, когда будет полное затмение. Вы ничего не будете видеть. И шанс того, что моба вас убьют, увеличивается в тысячу раз. Ну а так вообще, спасибо огромное за идею. Друзья, проверёмся на пару секунд ради супер интересной новости. Внимание. Вы забыли поставить лайк. Как бы это ни было, это очень важно. Лайки помогают поддерживать мои ролики. Каждый день, когда я вижу очень много лайков на своих новых видео, мне появляется мотивация делать их ещё больше. Я вам буду безумно благодарен, если вы прямо сейчас поставите свой лайк. Спасибо огромное. А мы продолжаем. Идея от Василия. Лайк 12. И тоже тебе огромное спасибо за твою идею. Он предложил получить красный краситель из сладких ягод. Я это добавил, потому что это было безумно легко добавить в игру. И это, к сожалению, немножко бесполезно, потому что красный краситель легко добыть из, например, мака. Который я, кстати говоря, ненавижу. Но, в целом, если вы находитесь в этом биоме и нигде нету поблизости мака, в любом случае вы сможете найти красный краситель. Не знаю, почему он вообще нужен. Берём, собираем ягоды, заходим в верстак и получаем красный краситель. Всё, переходим к следующей идее. Следующая идея от подписчика Андрей Краснов. Спасибо тебе огромное за идею. Он предложил сделать новые доспехи, инструменты из осколков эха. В целом, я соглашусь, что этих предметов точно не хватает в обновлении с Варденом. А подписчик Андрей предложил добавить броню и инструменты. Добываемые как раз таки в древнем городе, где мы сейчас с вами и находимся. И тут возникает проблема. Они должны быть лучше на зрительных 100%, но при этом не должны ломать игровой баланс. В целом, что мы с вами и сделали. Итак, берём осколки эха, а также берём палки. Заходим в верстак и начинаем крафтить броню. Вот он, нагрудники из осколков. Штаны из осколков, шлем. А также ботиночки. Всё готово. Ну и сделаем тогда сразу же инструменты. Отдельное внимание заслуживает инструмент. Вы только посмотрите, какие они красивые. А теперь наденем всё на стойку для брони. Вы только посмотрите на эту красоту. Как же это восхитительно выглядит. Для сравнения, сейчас я поставлю сюда незеритовую броню. Заметьте, мы поменяли лишь только текстурку. А по своей составляющей, оно выглядит точно так же, как и незеритовая броня. Но вы только посмотрите, какая разница. Ну и для сравнения, берём незеритовый нагрудник и берём нагрудники из осколков. Тут у нас плюс девять брони, а здесь у нас плюс восемь брони. Здесь плюс один сопротивление к набрасыванию, а здесь плюс полтора. В целом, ничем почти не отличаются, но немножко помощнее будут. Выгляжу я как настоящий воитель. А теперь попробуем что-нибудь подобывать. Например, добываем ступеньки. И добывается, в принципе, как алмазная кирка. Что насчёт дерева, добываем сундук и, в принципе, как незеритовый. А так, я думаю, нет смысла показывать. Лопата тоже неплоха. И меч имеет восемь с половиной урона. Не знаю, на самом деле, кто полезет сюда для того, чтобы добывать эти осколки эха, чтобы справить эту броню. Мне кажется, проще всё-таки будет незеритовый уже сделать, потому что здесь постоянно бегает где-то Варден. Но в целом, такие вот дела. Следующая идея подписчика Лиза Бравлер. И она предложила вот что. Снеговики теперь дают снежками эффект холода, как у рыхлого снега. Вроде бы снежный биом, а почему снеговики-то трясутся? Непонятно. На себе это проверять не буду, но зато проверим мы это с вами на зомби. Спауним зомби. Давайте снеговики. Эм, мне кажется, была плохая идея проверять это на зомби. Ха-ха. Но в целом, со своей задачей они справились, они убили этого зомбаря. В целом, идея немножко бесполезная, потому что какая вероятность того, что вы будете крафтить снеговика, и что он будет оборонять вашу территорию. Даже учитывая, что здесь будут зомби. Вы никогда не увидите, что на этом зомби теперь есть эффект замедления от рыхлого снега. Да, он теперь передвигается немножко помедленнее, но всё же, мне кажется, бессмысленно. Проще взять меч и просто атаковать зомби. Другое дело, если бы эти снеговики атаковали, например, игроков, вот это было бы круто. Но, к сожалению, как бы я ни старался, они в Майнкрафте обычно вас не атакуют. Только если вы попадётесь на пути их снежков. Такие вот дела. В любом случае, спасибо за идею. Следующая идея даже не от подписчика. Тут так и написано. Идея не подписчика от компота. И выдели наш красным. Он предложил очень забавную и как раз таки, эээм, мега странную идею. То мы теперь сможем восстанавливать обтёсанные брёвна костной мукой. Зачем и почему, непонятно. Но раз предложил, тогда мы это сделаем. И мы это сделали. Итак, у нас с вами есть обтёсанное бревно. Если вы не знаете, как оно добывается, вы берёте топор. Зомби, я тебе не мешаю тут. Подходите к бревну, кликайте пранкуткой мыши, у вас получается обтёсанное бревно. И теперь при помощи костной муки вы можете обратно это всё дело восстанавливать. В целом, да, это всё. Ха-ха, это вся идея. Гениально и просто. Возможно, компост стал дровосеком. Об этом мы с вами никогда не узнаем. Но за идею спасибо. Следующая нет мира всего идея подписчика Артём1502. Он предложил создать светильник Джека с помощью свечки. Зачем, я не знаю, но... Эээ, в целом мы берём тыкву, добавляем свечку и получаем светильник Джека. Ээээ, на этом всё. Всем спасибо. Переходим к следующей идее. Артём, спасибо. Ладненько, на самом деле, в версии 1.17 вместе с появлением в игре свечей, мне кажется, это всё-таки должны были сделать. Потому что как раз таки в настоящей жизни, чтобы тыква светилась, добавляют туда свечки. Соответственно, почему в Майнкрафте этого не сделано, непонятно. Это был всего лишь один рецепт Джека, и вы его знаете. Но теперь вместе с подписчиками мы исправили эту досадную недоработку. Следующая идея подписчика, Полина, эээ, и сердечко. Спасибо за идею. Она предложила добавить новый рецепт в игру. Ягодный пирог. Я помню, когда-то давным-давно ходили мемы в Майнкрафте насчёт ягодного пирога. Есть обычный пирог, есть тыквенный пирог. Почему нету ягодного? Я считаю, что это отличная альтернатива тыквенному. Кстати говоря, а, эээ, ребята, кто-нибудь из вас любит тыкву? Напишите-ка в комментариях, что бы вы выбрали? Тыквенный пирог или новый сладкий ягодный? И обязательно обоснуйте, почему. А я почитаю и какой-нибудь комментарий ваш лайкну. А тем временем мы с вами делаем ягодный пирог. Перепутал немножко. Вот, всё, готово. Пирог из сладких ягод. Вы только посмотрите, какой же он красивый и сочный. Мне кажется, я уже знаю, что будет в комментариях. Ха-ха, теперь просто кушаем данный пирог. И он нам даже даёт регенерацию. Наконец-таки какая-то еда в Майнкрафте будет давать нам какие-то эффекты. Мне кажется, сахар давным-давно уже должен был давать нам скорость. Я, наверное, никому не скажу, дефиксай. Но это же не странная идея, это совершенно полезная идея. Сами согласен. Не всё же должно быть загадочным. Следующая идея подписчика, фан фиксая. Если что, мой ник не пишется через букву И. Фиксай. Ха-ха, ну да ладно, спасибо за идею. Он предложил использовать огненный порошок в аду, как костная мука. Вот это вот я тоже не понимаю зачем. Восхитительная идея просто. Но в целом мы можем теперь это делать. Подходим теперь к грибу, нажимаем на него и из него вырастает огромное дерево. Подходим ещё к одному грибу и теперь вырастает ещё одно дерево. Недостаточно наверняка деревьев в Майнкрафте, что мы решили добавить вот такое вот, да. Этот и фридовый порошок не так тяжело добывать для того, чтобы попасть в эндер мир. А тут я ещё его использую как костную муку. Мне кажется... Фантастика. Но в любом случае спасибо тебе огромное за эту идею. На то у нас и ролик сегодня с оригинальными идеями. Идея подписчика топ-ютубер. Ай-яй-яй-яй, только не надо в меня стрелять. Он предложил сделать так, чтобы брутальные пиглины были намного больше своих собратьев. И вот в общем-то что получилось из этого. Брутальный пиглин стал реально намного больше. Я считаю неплохая идея, потому что теперь намного страшнее находиться рядышком с ними. Ну только посмотрите какой он гигант по сравнению со мной. А мне нужно срочно сваливать отсюда. Так, стоп, сначала заберу отсюда лут. Так, 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 так. Я аж могу теперь отстреляться от тебя. Получай. А следующая идея, мне кажется, угречено были бы мозги на бекрине до 100%. Настя Милка, спасибо огромное. К сыгре сегодня очень много девочек, которые предложили идею. Спасибо вам. Она предложила получать опыт за варку зелий. Зачем, тоже непонятно, но мы с вами сейчас что-нибудь здесь сварим 100%. Бутылочка воды, добавляем слезу гаста. И подождем немножко. Сейчас у меня ровно 8 уровней и больше ничего нету. Мы сварили и реально получили опыт. Добавим еще незритовый нарост, почему бы и нет. Давайте попробуем сделать немножко поинтереснее зелье. Сначала добавляем незритовый нарост. И посмотрим, сколько опыта мы с вами получим. В целом, за переплавку руды в печи нам дают опыт. За добычу руд нам дают опыт. Учитывая, что это тоже какое-то образование алхимии, мне кажется, тоже должен получаться опыт. И добавляем теперь огненный порошок. Отлично. В целом, половину уровня я получил за варку одного зелья. В целом, неплохо. Следующая идея от подписчика с ником BadGryffer. Ох, аж страшно стало такого никнейма. Эта идея не добавляет в игру новых рецептов или предметов, но дает возможность получить новое достижение. Непоколебимый. Самое интересное, что получить его будет не так-то просто. Оно будет выдаваться только при падении с высоты, когда у игрока остается всего половина сердечка. Можно считать, что это что-то вроде своеобразного челленджа. А даже, я думаю, будет приятно, если в момент такого невероятного везения при падении с какой-нибудь скалы игра наградит вас специальным значком. Ну что же, не разгоняемся и просто бежим вперед. Вот мы таки сами падаем, получаем половину сердечка. И получаем достижение непоколебимый. Что означает не боюсь высоты. У меня было такое тысячу раз, когда я падал с высоты, у меня осталось лишь полсердечка. И ты уже тогда офигеваешь с этого. И если бы реально за это давали ачивку, было бы намного круче. Следующая идея от подписчика. Пельмешек. Достаточно забавный никнейм. Он предложил механику, которая изменит поведение овец и кроликов. Заставив овец в панике убегать от волков, а кроликов от оцеллотов и кошек. В целом это должно слегка разнообразить окружающий мир игрока. Ведь, например, каждый раз, когда рядом появляются волки и овцы, волки их всех съедают. Теперь же им придется сначала догнать их. Берем овец, берем кроликов, берем оцеллотов, берем волков. Спавним овечек и спавним, например, волков. И овцы теперь убегают, смотрите. Это выглядит точно смешно. Фантастическая идея, я считаю. Эм, к сожалению, одно они догнали. Может быть, это убежит? Вроде убегает. Вот это точно спаслась. А теперь добавляем кроликов, а также оцеллотов. Оцеллоты, кажись, слепые. Эм, да, но, к сожалению, кошка намного быстрее, чем эти кролики. Да. Идея от подписчика с ником HappyBoy777. Он предложил добавить возможность получать терракотовые блоки, размещая блоки глины рядом с лавой. Да, мы теперь можем не тратить уголь на обжиг в печи, но и добывать блоки из лавого озера немного затруднительно. Ставим глину прямо в лаву, что еще могу сказать. И у нас появляется терракота. Гениально. Идея от подписчика с ником Гриша Петров, который предложил добавить кнопку, обновляющую рецепты в столе из очарований. На самом деле, это очень крутая идея. Я думаю, это многим понравится, потому что это достаточно удобно. А чтобы это слишком сильно не упрощало игру, каждое нажатие будет тратить опыт игрока. Давайте попробуем, как это работает. Итак, тут написано, астрота 1. Обновляем, и у нас уже астрота 2 здесь, и у нас потратился один уровень. Обновляем еще раз, и у нас астрота 1. Обновляем еще раз, и у нас здесь астрота 1. Тут у нас уже прочность 1. Отдача 1, прочность 3. Заговор огня, прочность 3. Прочность 2, отдача 1. Ну, в принципе, вы поняли, как это работает. Мне кажется, полезная штука, и намного улучшит вашу удачу. И последняя идея от подписчика Супер Жора 2034. Интересно, ты родился в этом году? Он предложил добавить шкалу прочности для надетых на игрока элитр. Чем сильнее сломаны ваши элитры, тем меньше будут отображаться деления на шкале прочности. Итак, надеваем элитры, и у нас появляется вот такая вот шкала. А теперь давайте полетаем. A few moments later. И через какое-то время вы посмотрите, 3 деления теперь нету. Это означает, что наши элитры потихонечку начинают ломаться. Да, вам бесполезно, но в то же время удобно, чтобы следить за тем, в каком состоянии сейчас ваши элитры. Вот, они еще больше сломались сейчас у меня. Ну что же, на этом, я думаю, все. Все идеи на сегодня закончились. Если мы с вами наберем 100 тысяч лайков, то 100% выйдет вторая часть, где я буду показывать еще больше ваших странных идей. Огромное всем спасибо за то, что писали ваши идеи. А для вас сразу зафиксать. Не забывайте подписываться, ставить лайк, а также смотреть предыдущие видео. Это очень важно и очень интересно. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока! Ай, больно в ноге.